Друзья, день добрый! Вещаю вам из города Ватерлоу, где 206 лет назад Наполеон потерпел поражение. На самом деле я шучу. Это Ватерлоу, но это не в Бельгии и даже не во Франции, как многие, естественно, могут просто не знать. Это Ватерлоу находится в Канаде. Кстати, это Ватерлоу находится километрах в двухстах от Одессы. Я сам из Одессы, в 50 километрах от Кембриджа, кто не знает, Кембридж в Англии, и километрах в 100 от Лондона. Лондон у нас тоже в Англии. В Лондоне я, кстати, был здесь, не в Англии. Красивая, кстати, картинка. Вот, но вообще тема наша сегодня об амортизаторах, а не о городах. Ну, так интересно. Кембридж, Лондон, Одесса, Ватерлоу, это все есть в Америке. Но вот осталось мне еще побывать в Одессе, которая тоже, по-моему, в Техасе находится. Вот, тема наша подшипники. Не подшипники, а амортизаторы. Чему могут привести изношенные амортизаторы в стиральных машинках? Многие люди думают, что как бы ничего плохого не случится. Ну, дергается машинка себе и все. А не тут-то было. Когда амортизаторы приходят к своему, как бы, логическому завершению, что у нас получается? Машинка начинается сильно дергаться. Амортизаторы эту вибрацию гасят. И поскольку у нас количество оборотов отжима, оно у нас одинаковое и остается, то при, когда у нас изношены амортизаторы, амплитуда хождения бака, она увеличивается. И получается, при той же, одной и той же скорости вращения барабана, у нас получается, что поскольку амплитуда больше, то есть получается за одно и то же время, например, да, давайте возьмем 600 оборотов в минуту, да, почему 600, потому что, или 1200, давайте возьмем 600, проще. Это получается за одну секунду машинка делает 10 оборотов, 10 раз вращается. Так вот, она за одну десятую секунду сделает вот такую вот, например, вибрацию в сантиметр. А другое дело, она за эту одну десятую секунду должна будет сделать, например, с разницей в 10 сантиметров, да, или в 8 сантиметров, или в 6 сантиметров. Получается, что за одно и то же время нагрузки, которые у нас есть, они увеличиваются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, первое, изнашивается, естественно, резина люка, но это ладно, это ерунда, она для этого создана. Второе, что у нас изнашивается чаще всего, точнее не изнашивается, а испытывает сумасшедшие нагрузки, это крестовина с подшипниками. Получается, что нагрузка на крестовину, на лучи крестовину и на сам вал, который может погнуться, увеличивается. Увеличивается, потому что увеличивается амплитуда за один и тот же промежуток времени. То есть, одно дело, она вот там на сантиметр дёрнулась, а другое дело, она дёрнулась сантиметров на 6. Кстати, сейчас давайте посмотрим, что за памятник. И всё. И вы со временем, если вы не заменили амортизаторы, вы попадаете на замену подшипников раз, и можете ещё попасть на замену крестовины. А это удовольствие не из дешёвых. О, это у нас королева Виктория. Вот. Кто не знает, Канада это монархия. Парламентская, по-моему. Здесь есть парламент, но тем не менее, как бы юридически это монархия. Вон, пушка сзади. Ладно, потихоньку идём к машине. Так вот, друзья, не экономьте. Не экономьте. Видите, что машинка сильно вибрирует? Понимаете, что это амортизаторы? Меняйте. Иначе попадёте ещё на замену подшипников или крестовины, не дай бог. Если она у вас лопнет, то точно. Плюс, сегодня стиральные машинки делаются из тонкого металла. Получается, что ещё, если у вас бельё заняло где-то, знаете, неудачно... отбалансировалось из-за него одну из сторон бака, то у вас может так получиться, что у вас ещё погнёт сам бак. И он у вас будет не круглый, а эллипсный. А тут уже всё. Поэтому, друзья, не экономьте. Как понять, что у вас подшипники в износе? Открываете верхнюю крышку стиральной машинки и нажимаете на бак. Если она у вас, знаете, опустилась и поднялась, значит, амортизаторы нормальные. Если она у вас выкачнули, нажали, отпустили, она у вас так ты-дык-ты-дык сделала. Всё. Амортизатором пришёл конец. Замена. Бывает так, что в основном летит только один амортизатор. Друзья, меняйте всегда парой. Какой летит? Тот, который у нас находится под парушкоприёмником. Почему? Оттуда чаще всего капает вода. И когда вода попадает на сам амортизатор, там металл, он не очень дружит со смазкой. Соответственно, он выходит из строя первым. Обычно это связано именно с заподтеканием воды. Поэтому посмотрите, чтобы у вас вода не подтекала. На подъём поднимаюсь. Чтобы у вас вода не подтекала. И меняйте парой амортизаторы. Берите такие же, которые у вас стояли. 60, 80, 100 ньютон. Не берите больше. Это не значит, что лучше. Если у вас стояло 100 ньютон, ставьте обратно 100 ньютон. Если у вас стояло 80, ставьте обратно 80. Не ставьте меньше, не ставьте больше. Почему? Это тема как бы отдельного видео. Захотите, как бы, можно будет эту тему осветить. Но это как бы не сильно важно. Вот, это было, знаете, такое видео спонтанное. Надеюсь, ответил вам на вопрос, почему нужно менять вовремя амортизаторы. Потому что вы попадёте на более дорогостоящий ремонт. Оно вам не нужно. Друзья, божьих всем вам благословений, мудрой мудрости в ремонте, в выборе. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Вот ещё, знаете, в какой момент. И чтобы не пропускать новые видео, там есть колокольчик, можно тоже на него нажать. Всё, всем спасибо, счастливо, пока.